Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, снова обзор трендов, обзор витрин. Что и как нам предлагают носить? Совершенно точно можно говорить, что длинный шарф яркого цвета является героем очень многих осенних и, возможно, зимних образов. Подобный шарф отличает ширина и также макси длина. И, как правило, все-таки он выполнен в одном ярком цвете. Подобные шарфы предложила Луиза Спаньоли, предложила Марка Макс и Ко. И очень многие мультибрендовые магазины представили образы как раз-таки с ярким длинным шарфом. Могу сказать, что конструкция кажется не очень устойчивой, но поскольку мы носим шерстяной шарф на, как правило, шерстяную одежду, эти элементы между собой не скользят и, таким образом, шарф крепится достаточно хорошо. Обязательно вам покажу способ, когда длинный шарф можно накидывать на дно плечо. Таким образом, чтобы один его конец оставался на спине, а другой свисал спереди. И надевать верхнюю одежду, здесь лучше всего подойдет пуховик либо пальто. Вы не поверите, как эффектно смотрится такой способ ношения шарфа. Ну что ж, кто-то мне написал, Яна, мы нигде, кроме как на тебе, не видели носки, тем более цветные носки, которые ты предлагаешь носить. Посмотрите, перед нами витрина Макс Мара, и на самом деле мы в ближайшее время увидим огромное количество носочков, прежде всего в сочетании с коферами, и также с обувью типа Челси. Также плотные, но не черные колготки, а, возможно, серого графитового цвета, возможно, даже с небольшим рисунком тон в тон. Например, такие образы предложила марка Шанель и также марка Прада, и вообще становятся очень популярными гольфы. Не знаю, приживутся ли они среди модниц, но на витринах все это мы будем с вами видеть часто этой осенью, и, скорее всего, зимой. Обувь зимняя в виде тапочек, и вообще ткань, которая напоминает ткань знаменитого пальто Тедди. Кстати, вот перед вами ткань того пальто, которое я хотела купить. В сером светлом цвете оказалось, что оно имеет люрексную нить, что поставило меня, скажем так, снова перед выбором, хочу ли я себе блестящее пальто. Кстати, о сером цвете, его очень много у Макс Мары. Он представлен максимально широко, от самого светлого серого до очень красивого насыщенного серого графитового вы найдете. Кстати, снова посмотрите длинный шарф. Единственное, что у Макс Мары он представлен с принтом, по крайней мере на этой витрине. Витрины Марина Ринальди радуют яркими цветами, и у Марины Ринальди, кстати, появились шарфы, идентичные тем, которые были представлены в Макс Маре пару лет тому назад. Макс Мара их не перевыпустила, но, возможно, передала права по лекалам Марины Ринальди. Напоминаю, что Марины Ринальди, Пенни Блэк, Макс Мара, Макс Ико и ряд других марок принадлежат одному концерну, и дизайн у них лично для меня очень похож. Очень часто перекликаются идеи в коллекциях, и также цвета. Перед нами очень красивые витрины марки Пенни Блэк. Здесь снова обращает на себя внимание длинный шарф. Посмотрите, Макси длина. Яркий цвет отличает подобный шарф. Кстати, он может быть украшен также кисточками. Вязка может быть совершенно разной. Здесь отличительной особенностью, трендовостью является как раз-таки тот факт, что он очень длинный и, как правило, действительно яркого цвета. В Пенни Блэк представлена также очень модная в этом сезоне обувь на шнуровке. Интересной особенностью является то, что это обувь коричневого, красивого коричневого цвета, нетрадиционного черного. Перед нами витрины марки Твинсет. И в Твинсет мне очень понравились джинсы в этом сезоне, в особенности именно эта модель с разрезами. Очень часто на джинсах Твинсет на заднем кармане бывает яркая вышивка, которая указывает на принадлежность к марке. Именно эти джинсы, я посмотрела, удостоверилась, абсолютно простые. Ничто не говорит о том, что они принадлежат именно этому бренду. Поэтому, если вы также, как и я, любите чистые модели без указания на бренд, то эти джинсы, возможно, вам понравятся. Они также имеют очень актуальные в этом сезоне боковые разрезы. Разрезы могут быть внешними, внутренними, либо фронтальными. Это не имеет значения. Главное, чтобы они были. Я уже говорила об очень популярной формуле. Это платье из достаточно легкой струящейся ткани, то есть это не шерстяная ткань, по крайней мере, она такого не выглядит. Плюс верхняя, осенняя, либо даже зимняя одежда. В данном случае, посмотрите, это укороченная дубленка. Это может быть также пуховик и даже пуховик спортивного вида. Ну и, конечно же, это может быть пальто. Снова мы видим популярный в этом сезоне цвет фуксия, но мне бы хотелось обратить ваше внимание на не менее популярный способ в Италии, который нам демонстрируют витринисты, утеплиться. Это надеть рубашку, либо блузу рубашечного типа под свитер, либо под худи. Ткань типа тедди, либо ткань, имитирующую дубленку. Это ткань, которая очень популярна, из нее изготавливаются, в том числе и многие аксессуары. Это сумки, обувь, это варежки и перчатки, это головные уборы. Узкое облегающее платье, как в данном случае, это очень популярный вид трикотажа. Такой трикотаж предложила в том числе посмотреть и марка Луиза Спаньоли в своем удивительно красивом фиолетовом цвете. Я уже обращала ваше внимание, что в этом сезоне очень популярны молнии. Они появились на любом трикотаже, они появились также на верхней одежде, они появились также на пиджаках и жакетах. Меховые ортопедические сандалии предлагают нам носить в этом сезоне, в том числе и марка Луиза Спаньоли. Посмотрите, как много снова аксессуаров из овчины. Повторюсь, овчина может быть натуральной, как в данном случае у Левиана Конти и может быть также искусственной. Левиана Конти очень интересный бренд, это мое открытие за последние три года, так же, как и марка Луиза Спаньоли. Цены гораздо ниже, чем у Макс Мара, а дизайн, на мой взгляд, более интересный и современный. В коллекции Левиана Конти представлены абсолютно все тренды. Это и отделка перьями, и светлая обувь, и также цвет фуксия, который в этом сезоне не теряет своей популярности. Обращает на себя внимание также вот такая обувь, это безусловная отсылка к Праде. Она первая представила подобную обувь, украшенную стразами, и эта обувь до сих пор присутствует в основной линейке Прада. И могу сказать, что такая обувь появилась уже во многих коллекциях. Не просто трендовая, а также легко компонующаяся вещь в виде бомбера. Это то, что в этом сезоне, опять же, мега популярно. Я очень люблю бомберы. В этом сезоне, нужно признаться, они удлиненные. Но если вы приобретете себе короткий бомбер, то, возможно, вам будет даже легче его компоновать и сочетать самыми разнообразными вещами. На самом деле, к бомберу подходит юбка любого фасона, абсолютно любое платье, любой длины и любого фасона. И то же самое можно говорить о брюках и, конечно же, джинсах. Крупные цепи в качестве фурнитуры не теряют своей популярности, и фурнитура преимущественно золотая. Встретите сейчас серебряные пуговицы, серебряные цепи, крайняя редкость. Хотя, кстати, вот сейчас на витринах вы видите сумку Стелла Маккартни. Эти сумки традиционно выпускаются с фурнитурой в желтом и также в серебряном цветах. Поэтому, если вы соскучились по серебряной фурнитуре, то Стелла Маккартни, безусловно, вам в помощь. Меховая обувь. И перед нами снова витрина Максмара. Кстати, такие тапочки, балетки, их сложно как-то назвать, предложила она изначально Марка Марни. Здесь не Максмара, была первопроходцем. Очень много белых аутфитов. Посмотрите, перед нами снова знаменитое пальто Мадам и полностью белые аутфиты. Обращают на себя внимание белые, как будто бы спортивные носки, плюс белые кеды. Кстати, подобный способ носить белые кеды был популярен уже года два тому назад. Очень многие модницы используют этот способ. Это действительно выглядит здорово и в особенности красиво именно в классических компоновках. Очень интересное решение. Посмотрите, платок поверх бейсболки. На мой взгляд, очень и очень жизненный способ носить платок и бейсболку вместе. Нежизненный способ носить пальто Тедди, либо шубу Тедди на футболку, но смотрится очень классно, очень красиво. Посмотрите, какое большое количество аксессуаров, выполненных из так называемой ткани Тедди. Как уже было сказано в начале видео, это и обувь, это и различные головные уборы. Это также сумки и варежки, перчатки, шарфы, накидки. Практически все, что можно изготовить из такой ткани, нам предлагают к покупке. Это прежде всего марка Максмара. Максмара в этом сезоне выпустила из ткани Тедди также юбки короткие. Мне бы очень интересно было примерить. Мне интересно, полнит ли такая юбка. И также выпустила платье, в котором действительно ты не замерзнешь. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я желаю всем хорошего настроения, настроение наряжаться и выглядеть хорошо. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока!